всем привет вот вы только что установили сборку самую последнюю linux mint 17.3 но хочу вам сказать что независимо от точки и там будет 4 и 5 там или 17.2 есть общие принципы просто из опыта первое вам нужно будет поставить мы заводим тут пароль юзер ту программ и создать скажем так точку опора первое партит эта программа для разметки жесткого диска она вам всегда пригодится изначальная ставится как видите моментально вторая вот такая virtual box причем из менеджера программ она вас уже изначально настроена под ваш минт ставим ее здесь установка будет идти несколько медленнее переключатель рабочих мест то есть практически сейчас у вас будет иметься вот четыре рабочих стола и между ними вы можете спокойно как говорится бегать и без проблем ну и пока там ставится менеджер программ значит мы поставим сюда практически две программы департит виртуальную коробочку и переключатель рабочих столов вот у вас сразу четыре рабочих стола для чего все это дело делается вот теперь я поясняю значит возьмем джепартит вот оно я пока его выведу на панель но также я и тут тоже напишу виртуальную коробочку и выведу ее на рабочий стол закреплю их вот вы установили сборку linux mint 17.3 да любую какая разница на которой можно поставить программу асистом баг все это дело как говорится нормально смотрим программа сейчас просканировала все операционные системы которые установлены у меня на компьютере ну в данном случае вот вот здесь вот у меня установлена операционная система которую мы поставили и напротив нее виден телефончик телефончик виден на то что это значит наша программа расположена на не на основном диске и что она занимает 75 гигабайт вот там 6 гигабайт нам занято и столько-то свободно наша задача помимо того что мы установили вот на этот раздел операционную систему создать или использовать раздел жесткого диска на котором у нас будет скажем так кладовочка для хранения резервных копий почему потому что если я эту кладовочку буду хранить или не создам все копии буду делать в самом разделе при повреждении раздела все полетит поэтому необходимо кладовочка вот она у меня есть и все что необходимо такое подключить вот она подключена вот она вот так вот отключается а вот я ее сейчас подключу линукс дата вот в этой кладовочке мы теперь и будем создавать свои скажем так резервные копии поэтапно там поставили две-три программы сделали резервную копию еще раз еще раз еще раз и так далее почему объясняю вот смотрите хочу создать папочку не создается ну все это понятно заходим сюда выбираем сюда джей кэй то есть запускаем наш файловый менеджер в корневом режиме заводим наш парольчик юзер все он запустился ну принципе я уже могу и закрыть терминальчик идем на линукс дата и вот здесь мы делаем папочку видите вот теперь уже мы это можем делать и пишем допустим синамон 17.3 enter вот оно и вот здесь мы в нем делаем папочку ее так и назовем или там три нуля скажем так нулевая все дело как говорится сделано теперь значит по опыту по опыту с линукс ментом я вам сразу скажу что вот здесь есть такая заковыка прежде чем поставить программу которая будет хранить все копии ваших снимков текущего состояния операционной системы в ней значит кайра док скажем так установлены той версии вот я пишу юзер завожу тут не кайра вернее а каспер завожу каспер вот он голубчик и вот он здесь показывает что версия 1 340 . 2 так вот это никуда не годится и мы удаляем его вместе с каспер лупим не буду даже ваше время тратить на все это дело в моем предыдущем ролике вы все это можете прекрасно посмотреть моя же задача в данном видеоролике заключается в том чтобы научить вас делает делать сборки по своему вкусу у меня кстати вот два моих постоянных пользователей пользователя они мне так и сказали ну а что там кайра док ставить это уже излишество абсолютно согласен просто видеоролик был сделан для того чтобы показать людям как настраивать мы сейчас пойдем другим путем вот я вам покажу как как именно создавать свою персональную как говорится настроенную систему вот мы сейчас убрали кара док но нам нужно скачать файлик кара док вот мы находим на вкладку вот здесь alt shift переключаетесь на русский язык и так и набираете компьютерные советы алексея даже так и попадаете вот сюда вот что вам нужно первое значит заскочить вот сюда основная моя кладовочка это мега и значит скачать отсюда парочку файликов вот и линукс программы и нам нужно скачать каспер если у вас 6 64 битная сборка качайте этот если 32 битный вот этот правой кнопки скачать обычная загрузка что еще нам не нужно скачать но скачаем еще там коночки русские так все остальное поставим и и да в принципе нормально да достаточно этого хорошо значит зайдем в раздел загрузок посмотрим все ли у нас тут на месте но теперь вот смотрите значит файли каспер вот мы его будем устанавливать пишет более позднее или более новая версия есть значит на канале а нас это не интересует потому что она не работает заводим пароль юзер а мы находимся в русской раскладке клавиатуры и конечно у нас ничего не получается нажимаем alt shift снова кликаем по касперу закрываем эту штучку установить заводим наша или пользователя вернее там пароль у меня но ведь одинаковые и имя пользователя и пароль это я сделал для удобства потом вы всегда сможете пароль себе поменять хоть на 20 километровой длины это уже без разницы но пока вы настраиваете систему я рекомендую вам пользоваться коробки паролем это может быть даже единичка каспер мы переустановили как это проверить помимо программы на менеджер программ у нас еще имеется и синаптик если мы наберем вот здесь вот син вот мы его и получим и мы его добавим на панель заводим пароль заводим пароль и вот здесь вот в поисковой строке мы так и наберем каспер 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 вот все самые необходимые изменения сделаны теперь очень желательно естественно скачать скачать и установить программу черри 3 значит программу черри 3 также можно установить через менеджер программ заводим юзер набираем здесь черри 3 вишневое дерево вот она голубушка здесь сидит вот мы ее и поставим вверх версия 32 032.01 это можно потом на основном сайте проверить если что там обновить в любой момент для нас важно добраться до файликов с командами потому что файлики команды и видео в формате черри 3 там вы найдете массу команд которые вам уже не нужно будет печатать вручную а вы просто напросто будете идти ну через три я добавлю на панель вот будете идти и выбирать то что вам нужно теперь как же добраться до файлика значит файлик располагается вот здесь запускаем броузер опять таки я вот поторопился ну ладно переходим в русскую раскладку alt shift и пишем вот уже она сидит здесь компьютерный совет Алексея раз доскачили сюда и вот теперь нужно скачать вот этот файлик причем выбирайте его вот только с расширением ctb обычная загрузка вот он качается качается он моментально спрашивает сохранить да конечно сохранить ну теперь посмотрим где ну обычно в разделе загрузок он и хранится да ну что мы можем сделать такой важный файлик на первое время можно взять скопировать в документы вот и все теперь значит мы идем в этот файлик открываем документы вот вот это наш базовый файлик через который мы будем ставить все остальные программы вот он красавчик и вот здесь все основное и с этого файлика мы поставим вот и открываем терминальчик программу system bug ставим курсором здесь кликаю нажимаю enter завяжу пароль user enter русская раскладка клавиатуры переключаясь alt shift снова завожу user enter вторая команда вот она встаю в окошечке кликаю левой кнопкой мышки нажимаю enter и выделяю третью команду левой кнопкой мышки кликаю не отпускаю ее тащу команду вот сюда вот здесь ее отпускаю в этом окошечке левой кнопкой мышки кликаю нажимаю enter и она устанавливает программу system bug все и программа значит установлена как мне посоветовал один из пользователей значит из давних моих подписчиков что вот не нужно вот вставлять вот этого ну давайте попробуем обойтись посмотрим другое во первое наберем здесь сис вот она уже сидит голубушка я это дело пока отменю снова наберу сис набираем сис и добавляем на панельку вот эта программка заводим наш пароль user окей и все равно получаем все это дело как говорится на русском языке вот идем сюда в настройки ставим язык английский обычный и создавать изообраз автоматически раз дальше значит идем в исключение и убираем все вот отсюда вот чтобы изообразы у вас получались нормальными небольшими по объему вот все создано а теперь вот все на русском языке выключаем и снова включаем user вот теперь все на английском языке это вот пункт номер один и вторая не менее важная вещичка вот мы сейчас сюда заведем user пишет что две программы значит одновременно значит управлять пакетами не могут но мы пока отключим снова подключаем менеджер пакетов заводим user и так и напишем нас интересует всего лишь один файлик casper вот стоит файлик нужный нам мерси looping стоит все нормально и вот когда вот вы скачали себе новую сборку поставили на нее только департит и и систем баг и перед этим поменяли все как полагается вот тогда начинаем делать важные дела user то есть вы еще никаких программ не устанавливали то есть вот ваша базовая сборка но я рекомендую ее хранить не вот здесь вот на разделе где у вас располагается как говорится сама система а на другом разделе вот linux data вот создан разделчик ноль 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 раздел подключен вот он он видите да вот теперь мы идем вот сюда идем в медиа идем в юзер идем в linux data идем в ценамон 17.3 и идем вот в этот разделчик и нажимаем на окей и нажимаем на создать новую и вот пусть она и создает вам изначальный установочный образ вашей системы с которого вы всегда там за там три там пять минут сможете восстановиться то есть уже не нужно будет там записывать на флешку официальный образ там его оставить там и так далее то есть вот здесь у вас уже будут скажем так ну нулевые скажем так программы то есть что джепартит систем бак поднастроенная ну практически вот самое такое основное и виртуальная коробочка то есть сразу готовая для проверки образов которые будут созданы программой gparted пока там идет запись попробуем-ка можно ли запустить NEMO в корневом режиме gk sudo memo user наш парольчик вроде бы как запустился вот у нас идет сейчас на linux data linux sanemon в папочку 000 идет копирование образа системы а мы создадим папочку назовем ее допустим 001 сделаем папочку 002 имена выбирайте сами как вам нравится 003 004 ну и 5 я сделаю 005 то есть каждый раз когда мы будем устанавливать ряд определенных программ мы их будем сохранять но в отдельную папочку и если на каком-то этапе что-то у вас не заладилось то вы всегда сможете откатиться но уже не на нулевой вариант в своей сборке а на тот на котором у вас все работало нормально то есть вы сохраните себе время раздел значит кладовочки под все ваши эксперименты ориентировочно значит там 7 гигабайт на каждую сборку если 5 значит точек отката 5 из 7 35 это 40 гигабайт но желательно иметь там 50 а то и 100 это самый лучший вариант это пока вы настраиваете свою сборку когда все будет настроено все эти точки отката потом можно будет поубирать оставить только допустим нулевую и последнюю точку это зависит уже от вас вот а пока вот значит у нас значит имеется пять папочек для самых различных точек отката а немаловажно бывает потому что потом все забывается вот тут наберу я командочку ged это текстовый редактор и тоже добавлю его на панельку вот значит в текстовом редакторе мы просто напишем что мы поставили на эту точку отката первое виртуал бокс систем баг каспер напишем changed измененный и черри 3 черри 3 черри 3 и и и и и и и и g партит ну и теперь сохраним где в описаниях в описаниях значит к чему вот линукс дата цинамончик вот здесь ну здесь можем вот напишем да тоже можно написать 0 0 0 точка тхт вот вот пишут что ну не удалось ему сохранить потому что программа требует доступа корню да ради бога мы мы сейчас возьмем сохраним все это дело на рабочем столе напишем 0 0 0 точка тхт вот документ сохранен опять таки спокойно зайдем в корневой режим напишем вот такую команду г к суд пробел него наш файловый менеджер заведем в него парольчик юзер вот он у нас появился теперь вот рабочий стол да 0 0 вот я хочу его сюда переместить вот сюда мы его взяли и скопировали ну проверяем linux data санамон 0 0 0 файлик вот все что нам говорит что на нем записано все проблем нет значит закрываем систем бак то есть изначальную копию мы уже установили и при наших дальнейших говорится там безобразных действиях нам это уже как говорится по барабану почему потому что у нас уже резервная копия сохранена на другом разделе жесткого диска даже если раздел жесткого диска на котором установлен linux mint 17.3 накроется раз навсегда вы всегда сможете на него восстановиться то есть то есть вот скажем так изначальная точка там 0 0 0 0 она значит нами сделана ну а тут можем теперь уже начинать как говорится изгиляться по полной программе я люблю допустим темный фон вот у ребекки есть такой вот неплохой фон значит на нем как то все это дело легче смотрится и так значит в предыдущем уроке значит я показывал рассказывал как мы там все эти программы ставили поэтому я здесь не буду повторяться а я значит сейчас вот зайду сюда в черри 3 и мы определим список программ которые допустим я хочу поставить балаболка она не относится к списку обязательных программ ею пользуется скажем так не так уж и много людей значит teamviewer значит а вот программы облачные я бы поставил это значит 3 значит облачных кладовочки ну для начала сделаем так вот я хочу поменять расположение панели и переместить ее наверх раз дальше настройках я включаю вот здесь вот и меняю ее ширину где-то вот так вот чтобы у меня все было видно крупно ясно как говорится и понятно у меня глазки не столь молодые вот мы переместили панель наверх значит я хочу установить потому что я знаю по опыту что у меня значит не очень то дело все хорошо шло с чем с установлением меги дропбокса значит то есть облачных хранилищ ну и попробуем какие проблемы то вот возьмем допустим откроем программку напишу я здесь мега это новозеландский сайт поэтому ищем его название тут много чего я не вижу вот НЗ Новая Зеландия меню приложение приложение не к хрому а синхронизация здесь здесь я выбираю мин 17 загрузить бесплатно сохраню этот файлик в отделе загрузок и пока он там сохраняется я еще заведу что нам потребуется ну ладно это уже не столь важно вот вот практически мы файлик загрузили вот мега синх вот у меня он почему-то не хотел устанавливаться на верхнюю панель почему не знаю это дело все возникает после перезагрузки поэтому мы все проверим здесь я напишу юзер и вот пусть он мегу как говорится поставит специально предназначенную для минта и я во все во все эти сказки поверю только тогда когда после перезагрузки у меня мега скажем так загрузится нормально вот установка пишет что закончена значит я это дело закрываю сейчас я туда заведу свои пароли и мы это дело проверим ну вот я вставил в мегу там свои пароли указал папочку для выборочной синхронизации потому что я только синхронизирую файлик команды и видео все остальное я как правило беру и забрасываю на мегу в обычном порядке то есть тут нет нужды в синхронизации а вот файлик через три команды видео ctb значит я частенько меняю поэтому вот видите вот здесь вот красный кружочек меги и то что она обновляется ну вот можем посмотреть статус пишет что там обновляется что обновляется там со страшной скоростью ну ради бога пускай обновляется всего лишь одна папочка причем скажем так очень небольшая всегда можно зайти в настройки вот у меня папочка мегасинг и папочка черри 3 на меге вот практически и все когда есть исчезнет этот черный кружочек это будет означать о том или будет обозначать то что синхронизация значит этого файлика с мегой завершена и что одинаковые копии файлика находятся и на жестком диске у меня и на меге вот и все значит ну пока суть до дела то же самое я хочу проделать с дропбоксом так дропбокс мы еще не ставили потому что в настройках я бы заметил вот такую вот вещь ну ну какие проблемы ну поставим дропбокс заводим в юзер здесь заведем дропбокс здесь заведем дропбокс пусть там себе синхронизируется дропбокс поставлен дропбокс значит я иду в интернет тоже устанавливаю его скачивается он довольно таки быстро то то есть я показываю настройки которые у меня при моих настройках в первой части видеоурока не совсем хорошо срабатывали ну сейчас я заведу свои пароли и посмотрим ну вот вроде бы как и дропбокс начал синхронизироваться ну посмотрим что меня довольно таки удивительно что мега синхронизируется столь долго потому что там всего то было там пару файликов встал и начинает синхронизироваться и мы можем пока даже его и закрыть все посмотрим важно что будет после перезагрузки идем вот сюда идем в автозагрузку дропбокс стоит мега стоит вот этот mint welcome я вообще убираю не нужен он ну ладно а теперь что остается последний как говорится штрих вот смотрите сюда значит я в уроке забыл это все сказать оправка параметры уровни значит ну то что два уровня значит я уже говорил сюда мы добавляем список игнорируемых обновлений каспер чтобы ни под каким предлогом он нам там дряни не сделал и теперь предлагает приключиться на локальное зеркало вот смотрите сюда заводим наш пароль что такое локальное зеркало вот здесь по умолчанию стоит американское зеркало и когда вы нажимаете вот на это зеркало то вот сейчас начнет появляться скорость причем вот стоит значок галочка вверх от большего к меньшему вот самая большая скорость у меня естественно стоит ну где я в англии нахожусь у меня самое быстрое локальное зеркало вот это вот я его и применяю обновляю кэшик находитесь в россии значит сделайте у себя там свой кэшик у которого наибольшая скорость проверить обновление два уровня только выставлено почему уже не раз объяснял и вот здесь вот это вот monkey job автообновление вот каждые два часа ну идиотизм вообще вот ребята 30 дней ну поставьте 29 какая разница все и вот теперь проверяйте ваше обновление они что обновлять то и не надо закрываемся и перезагружаемся и вот когда после перезагрузки у меня появились значки омеги и дропбокса вот теперь я уже спокоен что сделал все правильно и могу идти настраивать основные пакеты дальше еще еще поставлю вот то что вызывало проблемы неправильно я набрал вместо пароля набрал сразу скайп то что мне надо набираем набираем юзер и набираем скайп установить установить ну и пока там он будет устанавливать я сюда могу добавить что на панель оплет погоды оплет погоды и быстрое выключение оплет погоды он как правило всегда наверху сидит вот он он и вот здесь и напишем off и вот этот оплетик тоже возьмем и добавим оплет перейдем сюда вот подключим оплет погоды и подключим оплет быстрого выключения скайп значит установлен вишенку значит откроем посмотрим что у нас тут вишенке она у нас сидела в документах по моему да и была значит для москвы у нас погода по москве вот такая скопируем ее пойдем сюда ставим москву показывать прогноз на 5 дней и уберем длинные эти самые описания не нужно километра в час и миллиметра в ртутную столба ну для меня так приличнее все вот москве 5 градусов и вот прогноз на 5 дней вперед раз настройки времени значит сделаны сделаны по москве тоже все нормально если вам нужен любой другой город вот пожалуйста значит сайт погоды зайдете на него английскими буквами наберете свое место жительства и вперед и с песней так теперь значит поднастроим клавиатуру клавиатура сюда не хочет ну и бог с ней пойдем сюда вот клавиатура раскладки я добавляю всегда английскую английскую потому что она для меня гораздо ближе чем Америка американскую убираю и сделаю вот таким образом разрешаю отдельные раскладки для каждого окна и иду в параметры приключения клавиатуры вот по Alt Shift вы можете выбрать любую комбинацию которая вам нравится все дело сделано вот клавиатура вот она у нас меняется вот русская вот английская можете понажимать Alt Shift вот она так меняется все нормально значит и вот теперь значит запустим Skype в Skype я значит заведу там свои пароли запущу его посмотрю если он работает и вот после этого мы создадим откатную копию при помощи программы SystemBug чтобы Skype запускался что-то я не вижу особого желания скажем так и рвения наконец-то ну я согласен хорошо сейчас я заведу свои парольчики и мы продолжим наш урок и так Skype тоже значит подключился теперь я значит делаю последнюю финальную проверку а уже после нее начинаю как говорится настраивать на свою так сказать базу все остальные программы потому что у меня вот при настройках была такая вещь что и Mega не хотела стартовать и Dropbox что-то барахлил там и Skype а вот я их сейчас настроил перезагружусь если все работает нормально будем создавать контрольный снимочек и так вот я только что перезагрузился но вот видно что загрузился Dropbox я не поглядел вот Skype заключать запускать автоматически или нет в автозагрузке к сожалению я так не указал вот мы его укажем будет загружаться он у нас автоматически Dropbox Omega Sync и Skype ну я честно говоря жду подключение Omega Sync потому что у меня иногда были с ним как говорится проблемы ну вроде бы как нормально все тут обновление просится провериться ну а какие нам как говорится проблемы Skype проверяет у нас наши все уровни выставлены все что нам нужно выставлено то что не нужно мы от этого можем отказаться ну напишем установить обновление пусть напишем юзер пока он там пишет я пока еще и Skype запущу в автозагрузку он у меня уже поставлен интернет скайп интернет скайп ну появился и скайп голубчик сейчас я сделаю последнюю проверку поскольку он у меня уже выставлен в автозагрузку я сейчас еще раз перезагружусь и посмотрю если все нормально тогда я буду сохранять вот скажем так полу настроенный образ но буду сохранять уже и так я перезагрузился ну вот видно что скайп загрузился дропбокс загрузился ну и ждем длительно загружающиеся мегу ну для меня это важно потому что у меня там хранится файлик черри 3 которые я постоянно как говорится обновляю поэтому для меня в принципе это важно ну подождем посмотрим загрузится как говорится или нет если нет ну что ж будем настраивать по новой ну вот появился то есть появляется он как говорится одним из самых последних ну вот в конце концов прокрасилась все да все нормально ну вот три программы которые у меня вызывали скажем так определенные трудности они значит грузится нормально и вот этот базовый пакет скажем я уже теперь буду восстанавливать вернее сохранять в папочке 001 вот видно что папочка не подключена мы значит открываем менеджер файлов открываем linux data папочку и сразу вот эта краснота исчезает но нам надо выбрать другой другой момент юзер linux data цена мон и мы выбираем папочку уже 001 то есть мы делаем настройку вашей сборки и если скажем так на любом из этапов у вас что-то не пойдет вы всегда сможете откатиться назад причем даже при полном крахе раздела на котором установлена система у нас резервные копии сохранены на другом разделе жесткого диска взяли флешку с установленной system bug или ту же флешку официальную mint и на нее поставили программу system bug подключили раздел где у вас хранятся эти копии отметили его галочкой указали копия system куда на какой раздел копировать и вперед из песни а у нас сейчас получается что у нас создана в папочке 000 официальная сборка linux mint ну там буквально там парочка программ две записи с экрана там gpart system bug виртуальная коробочка а вот вот это вот уже идет и мы здесь можем допустим написать что мы что сюда поставили мега дальше значит можем написать что мы сюда поставили дропбокс дропбокс и skype это скажем основные такие ходовые программы закроем сохранить как но я напишу на рабочем столе и дам название уже 001 по названию папочки ну и и теперь вы уже помните что здесь мы ничего не запишем а вот если зайдем сюда и в терминальчике заведем jk suda точка nemo заведем парольчик наш юзер зайдем в linux data зайдем в ценномочек файле на 0 1 сюда вот самым ноглым образом возьмем и перенесем нашу эту вот папочку файлик где описывается что мы сюда еще поставили все закрываем терминальчик убирая то есть в процессе установки пока вы настраиваете свою значит систему под себя я вам рекомендую делать вот такие вот срезы поставили там одну там две там 35 программ контрольную копию что-то где-то не пошло раз вернулись откатились назад снова сделали но тогда не надо будет уже всю сборку там переустанавливает там настраивает у вас максимум что вы там потеряете там 35 программ гораздо проще то есть штука это хорошая то есть разделяете не храните все яйца в одной корзине вот есть такое мудрое выражение что-то где-то на каком-то из этапов у вас не заладилось да ради бога у вас зато до этого сохранен или сохранено там 75 или 80 процентов всех ваших настроек пошли откатились назад и снова начали дальше у меня кстати с кара доком тоже вот не пошло когда я поставил к аэродок у меня перестала грузиться мега и никакими силами невозможно было заставить ее это сама загружаться а теперь я знаю что вот у меня есть копия на где у меня грузится и мега и dropbox и skype ну все мне в принципе для меня этого как говорится вполне достаточно итак запись создана ну давайте посмотрим раздел linux data cinamon 17.3 ну вот видно что тут уже кое-что записано ну еще проще можем и так проверить если ничего не записано тут будет по нулямся если как говорится уж что-то туда записалось кстати можем эту папочку проверить нулевую и сравнить их свойства заняла 49 гигабайта папочка нулевая 48 все понятно значит те программы которые значит мы там мы взяли поставили вот где-то 100 100 мегабайт значит они заняли на резервной копии вот и все идем дальше что будем ставить дальше значит дальше будем ставить я специально кайра док оставлю на самое последнее место и сборку для скачивания я его включать не буду поставите сами так же как и балаболку по желанию значит ну во первых поставим конки менеджер загрузчик операционных систем сменку обоев см плеер и прозрачную панель ну начинаем проверять ну вот конки видно что уже запустилась единственное что я в конках сейчас переделаю поставлю конки лонг вот так ладно и пошли по списку дальше значит групп кастомайзер ладно см плеер посмотрим см плеер работает поиск видео файлов на youtube на трубе тоже работает нормально варите запускаем варите вар продолжить участвовать анонимно менять каждую минуту ну и здесь пускай каждые две минуты ищет так обои должны начать меняться сейчас ну прозрачная панель уже видите что она прозрачная так в бунту твик наберем твик вот она красавица добавляем ее на панельку запускаем идем в очистку система тут вот куча чего там она предлагает наберем юзер вот видно что варите начало работать иконки начали меняться почистим здесь кэшик ну все нормально таким образом мы значит вот этот файлик 002 дата посмотрим linux data мы его сюда поместили то что мы поставили значит ну единственное я не запускал группы кастомайзер вот оно потому что тут требуется настройки но это сами сделаете уже и так я значит сейчас прервусь ну и опять по искать нашей методики настройки значит сохраним теперь во второй папочке уже искать наши все вот эти вот настройки то есть на каждом этапе настроек там 35 программ поставили делает эти копии что не так не надо будет терять часы а буквально там за несколько минут восстановились и пошли дальше настраивать по новой или отказались от программа которую вам нужно установить или значит по новой и переустанавливаете итак резервная копия создана значит теперь можем посмотреть вот смотрите сюда 00-01-02 ну вот явно здесь у нас уже есть данная значит папочка 03 у нас пока свободная причем в папочке 00-02 у нас тоже есть описание что мы установили вот эти программки то есть теперь всегда на любом этапе ваших настроек вы можете вернуться на любой средств на средств изначальный на 001 на 002 и так далее 00-01-03 восстановиться с него и начать дальнейшую как говорится настройку и подгонку у меня осталось отшлифовать ну парочка моментов еще 00-01-03 первое так тем юр на тебе сейчас 11 версия 11 версия значит это мы и сам по себе google chrome ну вот сейчас этим я и займусь 00-01-03 поставлю google chrome teamviewer и еще сделаю ряд настроек 00-01-03 ну теперь когда все поднастроено заведем опять таки jk-sudo 00-01-03 имя командочки имя программочки которую мы хотим запустить 00-01-03 в корневом режиме здесь заведем наш парольчик user 00-01-03 это уже можно будет убрать 00-01-03 значит у нас тут linux data 00-01-03 вот здесь уже все создано 00-01 сюда вот перенесем этот файлик 00-01-03 вот в нем такие установил я программы 00-01-03 вот в нем такие установил я программы 00-01-03 и теперь 00-01-03 в папочку под номером 00-03 00-01-03 мы и будем создавать копию 00-03 вот папочка 00-03 вперед и с песней 00-03-03 итак запись закончена мы значит сделали 00-03-03 итак запись закончена мы значит сделали снимок текущей операционной системы 00-03-03 снимок это третий 00-03-03 и вот список того что мы туда поставили 00-03-03 значит ну google chrome browser 00-03 с блокиратором рекламы 00-03-03 программа для 00-03-03 скачивания больших файлов 00-03-03 загрузчик файлов 00-03-03 вот она 00-03-03 это для скачивания торрент файлов 00-03-03 вот значит покажу как удалять 00-03-03 ненужные программы 00-03-03 вы заводите свой пароль 00-03-03 я практически не пользуюсь 00-03-03 почтовыми клиентами 00-03-03 пишет невозможно получить 00-03-03 исключительную блокировку 00-03-03 но это все понятно 00-03-03 это из-за программы 00-03-03 System Bank 00-03-03 ладно 00-03-03 но тем не менее значит вот 00-03-03 у нас уже сделано три копии 00-03-03 настроенные как говорится 00-03-03 системы нашей 00-03-03 я вот сюда вам специально 00-03-03 сюда завел свой блог 00-03-03 почему 00-03-03 чтобы у вас голова не болела 00-03-03 как там со мной связаться 00-03-03 и так далее 00-03-03 а вот 00-03-03 и можно значит посмотреть 00-03-03 на мою кладовочку на меге 00-03-03 и скачать файли команды 00-03-03 и видео самый свежий 00-03-03 вот он находится здесь 00-03-03 нажали 00-03-03 скачать 00-03-03 обычная загрузка 00-03-03 и как говорится там 00-03-03 вперед из песни 00-03-03 ну файлик ну че там 00-03-03 ну 13 мегабайт 00-03-03 абсолютно крошечный 00-03-03 ну 00-03-03 сейчас он спросит 00-03-03 где там 00-03-03 чего 00-03-03 показать в папке 00-03-03 здесь можем 00-03-03 вот так вот сделать 00-03-03 то есть вот 00-03-03 единственное 00-03-03 я сделал закладочку 00-03-03 чтобы у вас там потом 00-03-03 голова не болела 00-03-03 если мою сборочку 00-03-03 скачаете 00-03-03 вот такую вот 00-03-03 сборочку скачать отсюда 00-03-03 смеги 00-03-03 мои сборки 00-03-03 17.3 00-03-03 вот моя сборочка 00-03-03 там у него могут быть 00-03-03 другие размеры 00-03-03 но качать будете отсюда 00-03-03 то же самое 00-03-03 скачать 00-03-03 обычная загрузка 00-03-03 и пошел процесс 00-03-03 загрузки 00-03-03 голова у вас не боли 00-03-03 где найти там 00-03-03 сборку 00-03-03 и так далее 00-03-03 под видеороликом 00-03-03 найдете 00-06-03 ссылочку на мой блог 00-03-03 по ней кликните 00-03-03 окажетесь вот здесь 00-03-03 зайдете на мегу 00-03-03 и скачаете 00-03-03 мою сборку 00-03-03 вот и все 00-03-03 значит 00-03-04 ну что я вам скажу 00-03-04 значит 00-04-0 практически 00-04-0 все там 00-04-0 необходимые программы я вроде бы как поставил но даже если что забуду я всегда могу вернуться назад доустановить теперь задача заключается в следующем создать копию уже действующей нормальной рабочей системы в виде лиф-образа вот я нажимаю на юзер завожу юзер ну мы помним что в исключение у нас попали практически все вот я сейчас добавлю еще Dropbox и Megasync и мало того я пожалуй что сделаю еще и из них выход то есть вот Dropbox это просто закрыть а мне нужно просто выйти для этого мне нужно будет пойти в настройки в параметры в параметры аккаунт и нажать на отсоединение отсоединить этот аккаунт раз то же самое значит я сделаю с Megasync выйти выйти и то же самое я сделаю для скайпа это я что это это я не знаю что это вот таким вот образом почему я это делаю потому что я делаю сборку для всех и поэтому мне нужно чтобы у людей там не оказались там мои там пароли там ля-ля тополя в общем что у людей была чистая сборка без всего ненужного нажимаем на system bug снова заводим в юзер вот еще раз перепроверяемся тут еще раз можем посмотреть вот можем даже отсюда там дропбокс убрать и skype можем убрать вот но меги я здесь не вижу ладно вроде бы как все по убирали теперь будем создавать живую копию вот пожалуйста и пусть он ее создает а ну вот создание резервной копии закончилась образ занимает около двух гигабайт ну что у нас всегда есть стандартные методы проверки если уж образ запускается так он и запускается нажмем на enter например образ запустился ну я единственное хочу просто напросто посмотреть все ли здесь как говорится запустилась нормально менюшка есть не стартует только мегасинг ну и это мы сейчас проверим skype пробовал дропбокс пробовал мегасинг что у нас там с мегасингом ну тоже запускается все нормально значит практически нужно было просто подождать значит практически нужно было просто напросто мне нужно было проверить как все это дело работают и не подсоединяется ли сюда мои пароли ну вот например мегасинг а у меня есть вот учет ну вот вперед все нормально пароли мои не сохранены ну в скайпе то же самое там согласен а заведите-ка пароль ну все нормально то есть вот сборочка которую вы создаете она практически будет у вас нормальненькой и без всяких ваших паролей они будут у вас только в голове ну а теперь приступим скажем так к самому главному почему потому что вот после вот этой программки у меня значит перестала запускаться и мегасинг и все остальное как говорится это кайродок хотя кайродок мне честно говоря программа очень нравится вот мы ее сейчас поставим и посмотрим что же там такого происходит ну а перед этим что сделаем файловая система home вот я беру system bug копирую бегу сюда и здесь вот под номером 3 у нас было она даже вставлять не хочет ну нет проблем голубушка напишем jk sudo nemo тут заведем наш парольчик юзер как говорится вперед с песней файловая система home скопируем скопируем пошли сюда и вот сюда я хочу вставить еще помимо копии со стамбака я сюда хочу еще вставить и изообраз то есть вот эти все три этапа которые мы делали вот программка которая сделана здесь которая сделана здесь которая сделана здесь здесь и которые сделаны здесь вот они все это все то что мы устанавливали ну как видим все нормально скопировалось вот можем посмотреть значит здесь вот ставили мы вот эти программы здесь мы ставили вот эти программы здесь мы ставили вот эти программы и здесь вот эти то есть у вас практически полностью архив того какие программы мы поставили все Ну а Теперь займемся Как говорится установкой Кайродока Вот пожалуйста Вводим пароль user Ну что пакет мне нравится Но вот после него у меня Омега перестала запускаться А здесь он пишет что не удалось найти пакет Кайродок Да ради бога господи Ну не хочет он отсюда Так мы его отсюда поставим Вот проблема Ну заведем здесь парольчик наш user Здесь мы заведем кайра Нажмем enter Вот кара док Никуда у нас голубчик не денется Возьмет и поставится Ставится он быстро Есть еще какие-то там дополнительные плагины Что-то пишут Не будем пока ничего больше ставить Вот я Запускаю кайродок И посмотрим Тут вот этот ненавязчивая справка Которая каждый раз будет у вас выскакивать Я ее просто убираю Так А вот здесь вот Мы значит посмотрим настройки Потому что мне нравится тема Несколько другие Нравится вот эта вот тема Применить Теперь я иду в настройки темы И даю эффекты Фейерверк Пламя Применить Так Вот Фейерверка почему-то я Скажем так Не вижу Но сделаю Например вращение Применить Желе А тут сделаем волну Ну посмотрим Фейерверк есть Этого голубчика я сразу убираю в стороночку Переключать для рабочих столов Ну а все остальное Эффект пламени Ну давайте посмотрим какой Эффект пламени Полибриофиса Есть такой эффект пламени Нормально все Теперь единственное Пойдем вот На меню И поставим его вот сюда Где ему положено стоять Всегда слева Вроде бы как Мне вот эти эффекты нравятся Нравится значит вот Вот этот эффект Фейерверк И когда открывается приложение Мне тоже нравится Что вот Эффект пламени появляется Хотя сама по себе Значит вот эта вот Штучка Там Я ее убираю Мусорная корзина По большому счету Даже не знаю Ладно Пусть пока останется Ну вот этот вот я Аплет удаляю Ну ладно Вот мы поставили Как говорится Кайродок Который Как многие пользователи Мне сказали Что ну это уже Излишество Ну тем не менее Значит у кого На компьютере Достаточно Оперативная память Там 4 Там 6 8 гигабайт Но люди могут Его ставить И пользоваться им Ну вот я сейчас Еще уберу Почтовый клиент Я им тоже Никогда не пользуюсь Да собственно говоря И этим тоже Всегда через главное Меню можно Зайти Вот Ну Принцип Принцип какой Что вот сейчас После всех 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 Наших Настройок И так далее Я бегу В систембак Завожу наш парольчик Так В английской В английской Так Пишем User Как видно Что у нас Вот Если я Допустим Отключу Linux Data Вот У нас Сразу Здесь будет Меню Красного Цвета Если я Побегу Подсоединю Его То Вот у нас Появится Уже Как говорится Другой Color Значит Насколько Я помню В Linux Data Здесь Цинамончики В третьем Мы Значит Уже Кое Что Сделали А вот В четвертом У нас Пусто Вот Сюда Я хочу Сохранить Изменения Скоро Скоро Доком И Здесь Тоже Показывает Что Здесь Изменения Есть А Здесь Еще Нет А Вот И Вперед Ну Вот Завершается Создание Резервной Копии Систем Баком Ну Как Всегда Самый Простой Метод Это Метод Проверки Проверим Итак Все Загрузилось Все Все Работает Омега Подключается Дропбокс Подключается Скай Подключается Ну Кайродок Настроите Сами Я В предыдущем Уроке Там Все Это Показывал Ну Сборочку Я Вам Даю Без Кайродока То есть Настраивайте Сами Все По своему Усмотрению То есть Такие Программы Как Балаболка И Кайродок Должны Определяться Пользователями По Как говорится Своему Усмотрению И Мало Того Вот Для Чего Все Это Дело Дело Делалось Вот Посмотрите Вот У меня Значит Диск Отдельный Отформатированный В формате Extension 3 Вот Смотрим Раз Вот Смотрим Два Вот Смотрим Три Вот Смотрим Четыре Здесь Ничего Нет А Вот Эту Вот Сборочку Я Вам И Скину Кому Захочется Как Говорится Пройти Без Всяких Этих Вот Путей Объясняю Вот Сборка На Которую Установлено На VirtualBox SystemBug С подчиненным Каспером Вишневая Косточка И G-Partied Сюда Добавлены Значит Вот Такие Вот Программы И Все Работает Сюда Добавлены Вот Эти Программы И Все Работает Ну И Сюда Добавлены Вот Эти Программы И Все Работает То Есть Вот Если Вы Будете Создавать Образы Своей Системы Которую Вы Настраиваете Через Определенные Промежутки Времени Или Там Через Там Две Три Программы Не Жалейте Место Когда Все Настроите Вы Потом Промежуточные Образы Все Можете Поудалять Оставить Только Изначальный И Допустим Предпоследний И последний Настроенный Образы И Все Промежутки Плюс Хранятся Они На Отдельном Разделе Жесткого Диска То Есть У Вас Это Не Будет Занимать Никакого Лишнего Пространства Вот Если Взять То Сама По Себе Допустим Вот Со Всеми Там Этими Делами Нашими Там Где-то Сколько У нас Три Или Четыре Папки Это По крайней Мере Ну Семь Е Три Двадцать Восем Где-то Там Тридцать А Если Семь Четыре Ну Где-то Там Двадцать Восем Тридцать Гигабайт Дело Должно Занять Ну У вас То Вот Ваша Файловая Система Вот Посмотрите Свободно Шестьдесят Гигабайт Используем Только Тринадцать То есть У вас Это Место Не Отнимает Абсолютно У вас Это Не Отнимает Место Ну Как я Предполагал Размер Всех Образов Которые Мы Сделали Во Время Настройки Составил Порядка Тридцати Гигабайт Вот Поэтому Я Всем И Рекомендую Хранить Все Эти Копии Но Хранить Не там Где вы Установили Систему Вот здесь А Хранить На Отдельном Разделе Жесткого Диска Или на Внешнем Жестком Диске Вот И Все И В Любой Момент Вы Всегда Сможете Допустим Вернуться Вот Взяли Файлик Открыли Посмотрели Что у вас Там Было Последнее Установлено Вот И Пойти Дальше Не Понравилось Ну Как Откатиться На Свою Копию Ну Ну Вот Пожалуйста Нажали На Систем Баг Забрали Там Навели Пароль User Зашли Сюда Раздел Linux Data У нас Подключен User Linux Data Cinemon 17.3 Вот Пожалуйста Вставайте Как говорится На любую Из копий Которая вам нравится Вот и все Нажали Допустим Сюда На 0.2 Окей Отметили ее Галочкой И Не System Restore Я обычно Делаю System Copy И Указываю Раздел На Который Нужно Восстановиться Вот и все Нажали сюда Там Точку Монтирования Сделали Там Все это Дело Нажали Старт И Пошло Как говорится Вперед Из песней То есть На любой Раздел По вашему Усмотрению Забыли Разделы Тоже Нет Проблем Открыли G-Part User User Смотрите Вот Пожалуйста Вся информация У вас Дана Или Или Вот сюда Хотите Восстановиться Там На Девятый Раздел Ради Бога Ну Все От вас Зависит Если Не дает Скопироваться Само На себя Тогда Нажимаете На Восстановить То есть Вот Только Не забывайте Отмечать Что Вот Вы Галочкой Отметили Вот Здесь Вот А Затем Делайте Восстановление Системы Полное Восстановление Следующее И Вперед Как говорится Из песней И он Вам На этот раз Дело И восстановит Ну Ладно Желаю Всем Всяческих Успехов И удач И До новых Встреч